Города и села в области становятся все более комфортными для проживания людей с инвалидностью. Задачу выполняют постепенно, отчитываются главы муниципалитетов. Только в одном Красноглинском районе пандусами, поручнями и специальными подъемниками обеспечили 69 объектов. Если говорить о реализации программы сегодняшнего дня, то она идет уже на другом уровне, потому что обеспечение доступной среды подразумевает не только пандусы и поручни, и кнопки вызова. В общем-то там целый перечень технических средств. Особое внимание в программе «Доступная среда» уделяется обустройству всеми необходимыми средствами школ. С сентября вступает в силу новый образовательный стандарт. Теперь все построенные учебные заведения должны соответствовать всем необходимым требованиям. В Самарской области первую такую школу построят в крутых ключах. На этот проект выделено почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Насколько здание будет комфортным для детей с инвалидностью, проверят представители общественных организаций инвалидов. Сейчас речь идет о том, чтобы вот эта доступная среда не создавалась без участия общественных организаций. Чтобы участвовать в подготовке документации на строительство и в приемке объектов после того, как что-то построено. Никакие вопросы не могут решены быть в жизни у человека, если он не будет социализирован. Если он не будет находиться рядом со сверстниками в социуме. И мы таким образом и его к нормальной жизни готовим, и детей учим в совершенно другой культуре. Особое внимание главам районов поручено уделить трудоустройству инвалидов. В течение 2016 года в каждом муниципалитете должны создать и оборудовать рабочие места для инвалидов третьей группы. Валерия Макарова, Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов. События.